Мы привыкли думать, что танец живота это привилегия женщин, но наш следующий гость с этим категорически не согласен. Не верите? Тогда смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 дворце каком-то спорта, везде есть обязательные секции танца живота. И вот здесь возникает вопрос, насколько профессиональным должен быть тренер или инструктор? Или нет ничего опасного в том, что девушка сама научилась танцевать и обучает остальных? Если говорить об опасности, здесь, наверное, тренер должен знать, конечно, желательно иметь какую-то хореографическую подготовку, он должен знать, как должен держаться корпус и спина, потому что существует много движений, скручиваний, качалки в восточном танце, которые могут при неправильной постановке спины повредить поясницу. Очень частые гости у массажистов или мануальщиков – это танцоры бального танца и восточного. Очень ровно нужно держать спину, сильный, хороший подтянутый пресс, ну, естественно, хорошо раскрытый верх, как в любом сценическом танце. То есть мы обязательно смотрим на профессионализм тренера, инструктора, и лишь бы кто не должен. Желательно, чтобы он был с подготовкой. Конечно, он может быть не очень профессиональным танцором и на восточном танце, но если у него есть подготовка, он хотя бы не навредит. Ирина, еще такой вопрос, чисто женский. Зачастую мы видим, что преподаватели и танцовщицы восточного танца имеют такие вот достаточно пышные формы, пышные объемы. И они, кстати, об этом совершенно безутайки говорят, что вот в восточном танце должен быть у женщины животик, потому что вот испокон веков восточным мужчинам нравилось наблюдать за колыханиями женского пресса, женского живота. Вы очень стройная девушка, у вас нет ни грамма лишнего жира. Это правильно для восточного танца? Вообще танцовщица любая, смотрится очень красиво, и с более мягкими формами, и более тонко подтянута. Например, в Египте больше любят танцовщиц полненьких, в Ливане более европейского склада, а в странах, где танцуются восточный танец, в основном Египет и Ливан, ну немножко Турция. В Турции любят и так, и так. В России, конечно, так как у нас 300-летняя школа балетная, у нас любят более подтянутых танцовщиц. Ну, тем более, что я танцую с Алексеем дуэтом, а рост у нас одинаковый. Я не могу весить много, потому что мы смешиваем восточный танец с классической хореографией, с современной различной поддержкой, поэтому я как бы не могу так же много весить. А вы тоже изначально занимались классикой, да? Классикой, эстрадными танцами, спортивной гимнастикой. Вам помогает восточный танец оставаться в форме? Или все-таки, вот как Алексей сказал, не так много там нагрузки, и животик лишний не уберешь, и вот для женщины тоже, наверное, придется заниматься еще и фитнесом, чтобы быть в форме, нет? Обязательно, это и растяжка, но я могу сказать, что талию формирует все-таки танец живота, потому что, допустим, есть такие движения, да, на скручивании, и вот такие вот проситания, они вот формируют немножко талию и делают живот более круглым. Просто я так, как я занимаюсь классикой очень много, я такая худенькая, да? Если бы нет, я была немножко пополнее и покруглее, наверное. Ну что ж, я думаю, что пора приступить к нашему мастер-классу и научить наших телезрителей и телезрительниц некоторым движением танца живота. Поскольку мы сегодня будем говорить в основном о мужском танце живота, все-таки не хочется вас пока отпускать, Ирин. Вот те самые движения, которые вы только что показали для формирования талии, для формирования вот красивой формы. Покажите, пожалуйста, еще раз более медленно, вот что нужно делать для того, чтобы иметь красивую талию. Ну, я покажу несколько движений, а потом Алексей даст небольшую связку. Значит, корпус остается ровным, ноги вместе, не выворотно, да, стоят ровно. И мы скручиваем бедра, а плечи оставляем на месте. Как можно больше своими мышцами. В правую сторону, затем левую, еще в правую, видите, подтянутая поясница, да, должна быть. Затем проседаем в правое бедро, в левое, да, бедра как бы двигаются вниз, вверх за счет сгибания, разгибания коленей. Но опять же не назад, да, а точно вверх, вниз. Вот видите, работает вот эта часть, да. Ну и, конечно, оттяжки, да, корпус остается ровно, а бедра параллельно полу уходят в стороны. Очень полезно наклоны растягивать вот эту часть. Ну, это базовые, да, да, такие-то? Вообще, очень советую всем постоянно растягиваться, потому что молодость суставов и связок – это молодость вашего тела, красота и здоровье. Мирин, спасибо большое. Ну что ж, девушки, пойдемте тренироваться и зовите ваших мужей к телевизорам, потому что сейчас будет настоящий мастер-класс мужского танца живота. Алексей, и сейчас вам слово. Да, спасибо большое. Ну что ж, приступим сразу к делу. Давайте первое движение – волна. Что мы делаем? Волнуемся. Раз, два, три, четыре. Стараемся делать движение так, чтобы двигались только бедра. Грудь не шевелится. Раз, два, три, четыре. Шаг на правую ножку, поворот, встаем. Ключ. Египетский ключ. Называется движение «бедро поднимаем наверх» и опускаем вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И побыстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Повторим движение, которое показывала Ирина. Раз, два, три, четыре. Право, лево. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. И по кругу. Раз, два, три, четыре. Тоже двигается у нас только низ. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Возьмем сначала волна. Раз, два, три, четыре. Поворот. Два, три, четыре. Ключ. Раз, два, три, четыре. И круг. Круг. Замечательно. Шаг-удар. 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 Обратим внимание на удар. Бедро тоже поднимается наверх и опускается. Акцент вверх. Раз. И левой ножкой то же самое. Раз, и раз, и раз, и раз, и раз. И чередуем. Шаг-удар. 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 Замечательно. Повторим с ключа. Ключ с левой ножки. И раз, два, три, четыре. Круг. Раз, два, три, четыре. Четыре. И шаг-удар. Шаг-удар. Поворот. И еще один круг. Замечательно. И сначала еще раз. Волна. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Шаг-удар. Шаг-удар. Поворот. И сталь. Бедро. Раз, два, три, четыре. Круг. И круг. И шаг-удар. Шаг-удар. Поворот. И круг. Рук. Замечательно. Повторим еще одно движение, которое показывала Ирина. Для развития талии. Бедро вниз. Правое, левое наверх. И следим за тем, чтобы бедра не смещались. То есть вы держите здесь две руки рядом с бедрами. И делайте движение так, чтобы не касались бедра, рук. Живот подтянут. Прогиба нет. Еще раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сделаем побыстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И шагами. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Еще. Хорошо получается. И поворот. И удары бедрами. Еще раз. Повторим. Три, четыре. Поворот. Потрясающий мастер-класс. Алексей, ну что ж, теперь настало время посмотреть сам танец. Все эти же движения под музыку. Да, почти эти же. Добава. Редактор субтитровая площадка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...